Всем привет, друзья! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.budublog.ru и www.3wmakevara.ru В этом видео я хочу рассказать вам о некой магии. Это магия работы с собственным весом. О чем это я? А вот о чем. Дело в том, что очень многие люди хотят избавиться от избыточного веса. Вообще, избыточный вес – это бич, наверное, современного общества, в котором есть какой-то более-менее стабильность и достаток. Впрочем, все есть, все можно купить, уже все наелись, мало голодных людей, есть, конечно, всякие, но, в общем-то, никто не доедает. Так, чтобы хлеба не было дома или что-то еще. Все могут купить себе батон хлеба, бутылку молока, пачку пельменей, колбасы, натрескаться этого всего и в итоге начать толстеть, толстеть и толстеть. Для тех, кто с весом может управляться легко, вообще эта проблема, про которую я сейчас буду рассказывать, актуальной не является совершенно. То есть, это люди, которые спортом занимаются и могут вообще гонять свой вес куда хотят. Хоть в большую сторону, хоть в меньшую. Я, например, отношусь к этой категории людей, да, я могу и на массе подняться, и весить больше 100 килограмм, и быть таким достаточно даже толстым, и при этом наращивать большую мощную массу, а потом это все дело согнать. Причем я не пользуюсь никакими препаратами совершенно при этом, даже спортивным питанием не пользуюсь. Иногда, иногда зимой витамины, все, или витамины минеральной комфорции, смогу применять. Но не более того. Летом нет, потому что есть и красная смородина, черная смородина, ягоды и все такое прочее. Мне это не нужно. Просто правильный режим, правильная диета и все. Но есть люди, которые не могут так вот легко это все гонять, но спортом они занимаются. Я сам лично знаю таких людей, которые у них считают, вот как они считают сами, что вся проблема в диете. Потому что спортом они занимаются много. И реально много. Если провести вот анализ, как они занимаются, они много тренируются. И с весами занимаются, и аэробной тренировкой занимаются. То есть бегают на лыжах, там, да, на велосипеде ездят. Вроде все должно хватать для того, чтобы ухудеть. Но диета не позволяет им это сделать. Потом начинаем анализировать саму диету. Смотрим, а вроде и питаются они более-менее правильно. Ну, в общем-то, нормально. Не то, чтобы там просто совершенно, да, как в период сушки, да. Но делают, в общем-то, все верно. И вроде бы и по колоражу все нормально. Но сдвигов нет. Вот как застопрались вот на каком-то весе и на какой-то кондиции. И не сдвигаются никуда. Думаю, что делать? Я годами пришел к такому выводу, что огромную роль играет, конечно, и еще наследственность. Это конституция. То есть гены, их не перепрымишь. Если человек, например, эндоморф по натуре, и сам организм у него должен удерживать достаточно большое количество жировой ткани, то от нее будет избавиться очень тяжело, чем там уже мезоморфу или у шектоморфу, тем более. И как же это дело сделать? Что поменять? Ну, понятно. Можно, конечно, уйти в безуглеводку или там в белково-углеводное чередование и начать себя вымучивать, да, третировать именно по диете. Это тоже хороший метод. Это самодисциплина и все такое. Но я не сторонник жестких диет. Дет должна быть просто правильная. Правильный баланс питания должен быть. И хороший тренинг. Но, как я сказал, уже всего хватает. Вроде баланс питания есть и тренинг есть. И вот годы тренировок меня привели к такому выводу, что можно. Есть еще один магический механизм, реально волшебный. Как он работает, это трудно сказать. Я сам этого не знаю, но какая-то магия есть. Это работа собственным весом. Можно постоянно, можно вообще не вылезать из тренажерного зала. Ворочать веса, со свободными весами работать. На тренажерах работать. До седьмого пота. Причем с интервальным тренингом. С цикловыми нагрузками. И не будет толку. То есть он будет, но будет хороший мышечный тонус, сила, выносливость. Сердечно-сосудистая выносливость будет большая. Мышечная выносливость большая. Но, с сдвигов по кондициям, так, чтобы убрать жировую прослойку, в принципе, не будет. И чтобы вес убрать лишний, который связан с этой прослойкой жировой. Но, стоит только начать заниматься собственным весом. А больше всего этому способствуют занятия на турнике. Ну, то есть на перекладине. И на брусьях, на кольцах. А также различные другие упражнения, которые характерны для воркаута в том понимании, как у нас это принято в стране понимать. То есть, дворовый спорт, когда на перекладине болтаются, на брусьях занимаются, там, отжимания, подтягивания различные, различные лестницы, сам эти канаты. И сразу идет сдвиг. Мгновенно. Даже если человек работает довольно-таки бессистемно. То есть, к своему обычному тренингу он просто добавляет одну тренировку, предположим, получасовую, сорокаминутную, ну, там, подтягивания на перекладине, и вес начинает уходить. Не знаю, вот в порядке бреда я... То, что я сейчас буду говорить, это как осознанно, где моя глупость, да? Но, которая имеет право на жизнь. Когда человек начинает заниматься собственным весом, то каким-то реципрокным способом, кибернетическим, таким, взаимно-обратно регулирующимся, сам организм просто понимает, что для того, чтобы подтягиваться больше, ему бы неплохо быть полегче. Вот, реально легче. Потому что, когда вы тягаете что-то извне, какую-то штангу, вы воздействуете на предмет, который находится за пределами вашего тела, то есть управляете им. И поэтому телу вашему, в общем-то, все равно, какое, вот оно тяжелое или легкое, главное, чтобы оно было сильное, чтобы оно могло это дело подвинуть, да? Нужна большая сила. Но когда вы начинаете заниматься собственным весом, вашему телу становится не все равно. Потому что, если оно весит много, ему тяжело с собой поправляться, как бы ловко, да? Если оно легче, ему двигаться тоже легче. Легче подтягиваться, легче поджиматься, легче поднимать ноги на пресс-доперекладину, потому что оно работает само, с собой, с собственным весом. И включается механизм вот этой вот обратной связи. Поэтому, вот, долго говорил, да, перед этим, а саму суть сложил буквально за две минуты. И тем не менее, я ее еще все равно, ну, резюмирую. Магия упражнения с собственным весом заключается в том, что когда вы работаете не с весом собственным, а с чем-то, со штангой, вы воздействуете на штангу, которая находится за пределами у вас. И вам для этого нужна только мышечная сила. Ваше тело не выиграет от того, что станет легче. Может даже проиграет наоборот. Потому что по закону взаимодействия тел, два тяжелых тела лучше взаимодействуют, чем одно легкое и другое тяжелое. И чем вы тяжелее, тем вам будет управляться со штангой легче. И вроде как организму незачем становиться легче. А вот когда вы занимаетесь с весом собственным, то телу желательно быть легче. Оно понимает, что при той же самой мышечной силе оно будет управляться гораздо легче с весом собственным, если этот собственный вес будет меньше. И начинает вес убавлять. Но умно. Каким образом? Я же сказал, что оно понимает, что силу терять не надо. Поэтому мышцы, оно сохраняет и силу мышечную. А за счет чего можно потерять? За счет жировой ткани. И жировая ткань, она начинает убывать. Так вот, я рассказал про то, что даже если вы хаотично будете заниматься, если же ваш воркаут будет приведен в систему с любой методикой кроссфита, например, или какой-нибудь интервального тренинга, циклового, круговой тренировки любой, или какой-то методики, привязанной к подтягиванию только, или к сжиманию на брусьях, либо вы ее выработаете со временем сами, то сдвиг будет просто очень быстрый. Я это и по себе заметил, и по другим, с кем я поделился мнением этим, и кто уже давно занимается по данной методике, вернее, не по методике, а кто принял эту теорию, и вот резко переключился, либо на воркаут целиком, либо на то, чтобы добавить к основному тренингу силовому своему еще тренировки по воркауту. Все. Работает у всех 100%, даже у тех, у кого был стопор железный уже на протяжении пары-тройки лет. И вам рекомендую, попробуйте. Вам хватит буквально одного месяца, чтобы понять, что это работает. Найдите себе перекладину, найдите какую-нибудь методику в интернете по подтягиванию, их очень много схем различных, и начните с подтягивания. Не можете потянуться тяжелую чересчур, да, купите резиновые петли, которые помогут разгрузить вас, и подтягивайтесь на петлях, или подтягивайтесь в полувисе, начните подтягиваться. Это тоже работает. Отжиматься на брусьях не можете, начните от пола. То же самое приседание касается. Легко приседать, значит, пистолетики делайте, тяжело приседать, делайте полуприседы, но работайте с собственным весом. И все получится. Вот так вот. Пробуйте. Всего доброго. Продолжение следует...